Здравствуйте, дорогие друзья! И так уже много недель мы с вами изучаем тему продажи Юсефа. Братья продают его в рабство. И на этой неделе в главе Вайгаш Юсеф открывается своим братьям. Много слез, много эмоций, он их прощает, он им говорит, все хорошо, давайте, ведите папу сюда, везде голод, только в Египте есть еда, все хорошо. Давайте спросим друг друга, зачем нам Тора так подробно, вы же знаете, что Тора это очень-очень сжатый текст. И Тора нам рассказывает так подробно, они пришли, они ушли, он им сказал, он их обвинил, они ему ответили. Зачем Тора так много про это все говорит? А здесь для каждого из нас огромный, может быть, самый важный урок. Что происходит? Братья продают Юсефа в юном возрасте в рабство. Он становится с Божьей помощью премьер-министром, и вот они приходят, голубчики, и просят, помоги, дай нам еду. У Юсефа есть возможность отомстить. Его лишили счастливого детства. Братья подвергли его колоссальные угрозы. Он был в тюрьме, его могли вообще убить, все что угодно могли с ним сделать. Вот он момент, Юсеф, отомсти. Что делает Юсеф? Он говорит, братья любимые, вообще никаких претензий. Я вас прощаю. Вы ни в чем не виноваты. Всевышний так решил, что меня заслать сюда. Я пока что занимаю пост премьер-министра. И тогда, когда наступает в Израиле и во всем мире голод, мы все спасаемся. Уникальная схема с небес. Никаких к вам обид и претензий нету. Приводите папу, будем жить дружно. Тора нам показывает, дорогие друзья, у нас у каждого есть обиды и претензии к друг другу. Особенно тяжело, вот все отношения проходят внутри семьи. Те, кто ближе к нам, зачастую могут нас обидеть. Глава Ваегаш – это глава про прощение, про смиренность. Юсеф, может быть, мог отомстить. Может быть, захотел бы как-то хотя бы на них накричать. Что же вы натворили? Как вы посмели лишить меня детства и юности с моим папой? Но он вообще даже об этом не думает. Он абсолютно принимает свою судьбу. Он абсолютно принимает божественное провидение. Если ты всевышний решил, что мне нужно жить вот так, я принимаю это с благодарностью. Братья, я вас люблю, я вас прощаю. Вообще не о чем говорить. Давайте этот вопрос больше не поднимать. Наша глава учит нас прощению. Наша глава показывает нам, что мы можем подняться над ситуацией, посмотреть с другого ракурса. И увидеть, что самая трагичная ситуация – продажа братьями, родного брата, продали в рабство насмерть – может оказаться спасением для всей семьи. Это важнейший урок, что можно прощать, нужно прощать. И этому научил нас великий Юсеф. Он простил своих братьев в душе. Он с любовью и улыбкой принимает их всех у себя дома и спасает всю семью. Прощение, благодарность в рту за все события. И мы видим, наглядно видим, что самая тяжелая ситуация, когда тебя продают в рабство, может оказаться спасением для тебя. Ты становишься премьер-министром, спасаешь своих близких и всех людей вокруг. Никогда не нужно отчаиваться, и всегда Бог будет с нами. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Продолжение следует...